Нужно ли обличать грех другого человека? Ну, начнем с того, что надо сто раз подумать, кого обличать и зачем обличать. Потому что общее правило такое, святотеческое правило, я бы сказала, что как можно строже относиться к себе и как можно мягче найти с другим людям. Лучше обличать грех себе, и ты точно не ошибешься. К другому человеку лучше относиться, желая его оправдать. Всегда можно найти, за что человека оправдать, даже если человек тяжело грешит, очевидно грешит. Объяснить это болезнью, помрачением, искушением, немощью, чем угодно, обстоятельствами какими-то. Когда ты чаще оправдываешь человека, когда ты научишься и приметешь навык оправдания человека, то у тебя, я думаю, пропадет этот дар обличения. В кавычках дар, конечно. Потому что обличать других людей, это все же дело такое крайне опасное и зачастую просто не божие. Бывают исключения из этого правила, когда требуется для того, чтобы разумить человека и остановить его воздействие на других людей. Можно сказать это во всеуслышании и сказать это прямыми такими обличительными словами, но это все-таки исключение, а не правило. Надо относиться как можно мягче другим людям, опять же, а стружек себе. Каждый сам отвечает за свои грехи. Когда ты сидишь в очереди где-нибудь в поликлинике, ты же не думаешь, чем болеет твой сосед. Ты переживаешь свою болезнь, и впереди прием врача, и что скажет врач, как лечить. Так и здесь тоже, как в нашей духовной жизни. Если мы чувствуем, что мы грешники, то что же мы будем обличать другого болящего человека? Будем думать о том, как бы нам выздороветь, как бы нам исцелиться, как бы нам получить прощение. Господь и сказал, лицемер, обращаясь к такому обличителю, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.